пешеходы положим а вода по асфальту рекой здравствуйте дорогие друзья конечно зарубежные гости я только пришла на улице наверное целую ночь и целый полдня шел снег потом снег прекращается сразу идет дождь плюсовая наверно плюс один сейчас а может 0 ну тает с крышка поет ужас я там посидела только что девочки соль надо набрать туда наверх вчера соли хотели присолить а шум и суп харчу ну я не даст я вообще не досаливаю никогда и соли нету они охота было уже сюда спускаться пергамент не надо туда наверх будет сюда забрать по потом буду идти девочки вот и бы взяла знатно курка стыгно акция 100 гривен килограмм было 120 чем-то сейчас 100 тут 4 штучки ой сметана это я сметану оттуда забрала сверху начатая вся в тесто пойдет и кефир купила пол-литра ягодинский девочки взяла я брала уже несколько раз взяла и сегодня я думаю оно неплохое девочки кто там за мусорное ведро вот оно чистое видите помытое все сейчас я буду сюда луж паечки кидать правильно чтоб не переживали что он у тут грязное это не всем я говорю там же есть девочки сейчас я пойду желтую мыску сразу что вам орлы мои что вам дать мои орлы сиську дать сейчас дам а ну иди сюда и глаз гляну малыш ты вообще гляньте сразу меня за ботинки девочки он ревнует когда дик подходит дик же меня не кусок ну ты посмотри он не хочет быть за ботинки девочки а дик его девочки отгоняет вы слышите дик правильно умничка а ну дикусенька глазик хороший девочки ура я так за глаз переживала ну ты посмотри сейчас я тебя выгоню на улицу эти девочки это он хочет меня за ботинки играться ботинками хочет меня тянуть знаете так тянуть меня за ноги текайте я мыску возьму так а ну-ка прекратите девочки ёлочка стоит когда-то уберется все равно а если не уберется она никому не мешает нам ведь мы ее не обходим десятой дороги что она нам мешает девочки сейчас я вам покажу я брала несколько раз было неплохо так вот у девочки знаете нам соли порысть нам с ней борщика скушать очень даже хорошо а нафига нам мякоть слышите сейчас родники я вам покажу может пригодиться кому-то у кого есть а тебе цена сейчас я скажу сколько 60 гривен килограмм девочки а цену не пишут пишут только сколько тут кило 70 грамм пиры пиры глобина для перших блюд девочки слышите пишут для перших блюд если уже на то пошло по украински будет стравы для перших страв что-то сделать девочки видите какие мы тут девочки все тут нету цены нету нету все есть кроме цены какую цену хотите такую ставки вы поняли это уже не вам будет мыска целлофан вы видите девочки кульки значит вредно целлофановые да для овощей нам поделали их а вот это не вредно слышите вот упаковка целлофан еще крепче чем кулечки раньше вот эти были а зато сделали которые вот эти эко кулечки которые быстро перегнивают вот это говно я вам сейчас покажу сейчас где она сейчас вот тут у меня даже есть сейчас девочки а то же сволочек малыш я тебе девочки вот драньчо смотрите эко который знаете оно в воде растворяется рубль двадцать стоит вот этот пакетик слышите это не вредно а вот эти нам сделали это вредно убрали их вы поняли потому что тот целлофан а вот это что упаковка разблядут твою мать собачь а о кишки мотаются всех сторон водичка в чайнике закипела девочки поставила воду я уже говорила девочки пока в капюшоне прохладно мне кажется когда у меня вот тут голова в тепле и вот это мне кажется мне теплее я первое борщи капустники я буду кушать аж пока не закончится супы нет супы нет он харчо стоит там немножко оля брала себе домой литровую баночку а я думаю девочки смотрите такое увидите вот смотрите ребрышки клуб косточки ну с мясом девочки мясные косточки мясные тоже девочки взял и погрыз я такое лично люблю а что мягко сидеть кушать вот взял и наварчик будет и сидишь тебе и мяска вот так хватит я даже обдирать не буду я люблю когда косточку погрыз вы поняли я люблю так детства что я могу сделать мне не надо мне эту положить вот таких костей на туши и мякоти набей отбивных я буду сидеть вот эти косточки грызть хлебушком я думаю вы мне верите и многие такие смотрите видите мяско есть вот смотрите я сейчас даже разрежу смотрите мяско есть погрызть еще смотрите видите я думаю набор шикарно килограмм тоже одни вот эти от ребрышек вы поняли и тут еще погрызти и тут еще пор на борщ я думаю мы все хозяйки мы все скажем хором конечно хорошее то что надо еще и мяк мякотки кинули гляньте то же самое девочки взяла я выбирала делают это дерево брушки были вот эти я увидела думаю то что надо на борщик смотрите дома шумы если какое-то мясо берем обрезаем а кости шуму выкидываем оставляем на первое на борщ вообще золото глазик хороший девочки голос дик дай лапку дам мясо дай лапку дай лапку дай лапку а это сразу увидел что дик ко мне и он начинает его девочки он его не пускает ко мне вы смотрите он со всех сторон его так вот впереди закрывает сейчас дику дама тебе малыш не дам как хочешь ты не умеешь себя вести ты нахал на дикуся а ты можешь только понюхать ему рот дик но надо ему дать тоже он же тоже один уже туда на слава богу схватил малыш я думала что подхватит все концерт закончен будем потом кушать будем вам давать борща сначала по тарелке скушайте с хлебом а потом мясо девочки самому доели корму то этот банку доели корм теперь будете кушать капустняк и хлеб со сметаной вчерами и хлеб со сметаной давали еще мы только и бурячок кушали с хлебом они все наелись от пузо свое не ели ели наша шо мы ему то подкидывали малыш малыш ты уже здоровее дико все что ты хочешь я тоже гавкать подставила ботинок нет не берет ну чё ты ты что каша хотел меня тягать за ноги на девочки смотрит на ботинок это на меня то на ботинок не трогает нюхает нюхает ну как нравится когда я даю да так все ну ты посмотри раз туда твою не хай девочки сейчас я помою все девочки кипят у меня эти косточки то что надо косточки я знаю что хорошие наборщик то что надо ты посмотри подбежал и сразу кусает ну ты видал скотина такая я тебя сейчас за привяжу там пойду подходит девочки так больно кусает вот хватает сразу за ноги кусает из-под тишка игрушки он кусай дико вчера уже накусал ему глаз я так переживала за глаз думаю но все капец будет девочки руки замерзли все мило замерзшие не дома девочки холодно в квартире и всю жизнь была холодно зато приносят квитанции чипляют всю жизнь ледник это кто-то спрашивал а за это самое анализы у нас девочки поликлиники у нас анализы бесплатно девочки наверно так делают и анализы шо а а уже конечно кругом на каждом углу наверно как и кругом вот эти платные лаборатории напротив меня на первом этаже сделали думаю что там уже строят раз уже вывесили анализы куда не кинься аптеки и анализы нашу нам надо только обращать внимание не прогулялась а вниз на кирова тела на трамвайчик думаю прогуляюсь и проедусь и все одно и то же девочки хотела колбаски там киоски то стоят у нас киоск один был с колбасой убрали а вот и бы что там брать все запаковано все там перепаковано а вот я поехала подошла к этому киоску ну который где я всегда скупляюсь у нас который стоял тоже постояла посмотрел в баню эту колбасу вчера кусали по сардельки съели девочки как вкусно бурячок бурячковая икра горячая сарделька только не сосиска вот именно сарделька я хотела со шкуркой кусать а потом передумала а я люблю вообще я помню где в детстве юности у нас кафе в центре города было где бывший кинотеатр родина там на углу она была господи и мы туда заходили и сама и когда у женихи у меня были муж мой второй туда мы с ним ходили девочки зайдешь туда там очередя вечные пельмени были боже мой какие вкусные пельмени помните девочки варили сразу потом сардельки не сосиски а сардельки и это зайдешь девочки пахнет все коктейль молочный крутили не то что сейчас я же вам рассказывала так ведро подставят вот это дело крутяшится вот это туда что-то налили и вот это ведро целый день наливают что они туда не без конца но пена пена какая-то гонят эту пену а мы пили молоко с бутылок наливали сиропа с вот этих помните вот это с краника вот эти как соки вот он разлив колбах были а то для сиропа помните по две вот такие штучки было и на ауток в эту коктейль ну в эту чашу где на коктейль колотила там с этой чаши два два ну я даже не знаю три получалось стакан или нет а сейчас с одной чаши 20 стаканов мантуля как хотят и мороженое помните тоже вафельки отдельно я помню подойдешь в астроном у нас где я жила напротив медучилище астроном а вот был раньше а сейчас там сантехника астроном не надо слышите люди все ко мне идут туда в атб вот слышите и я помню подойдет это сбила а в магазин же уже все знают тебя что ты ж там вырос уже продавцы эти все по сто лет работали вот и вафельки эти попросишь тебе целую целую кучу дадут этих вафелек от мороженого они ж такие вкусные пропитаны этим мороженым вкуснятина какая только можно повспоминать девчонки мы хоть и жизнь увидели что наши дети видят аж не черта девочки сельдерей ну я уже поможет сказала я уже и не знаю че сказала че не сказала а вот помыла уже потом кто-то мне пишет что я не мой а я уже не могу я люблю немытая мне так вкуснее порежу сегодня не как мари федоровна врач кубик как людмила петровна порежу девочка что такой всю жизнь из кого-то что-то и и берем правда мы же не сами вот это все научились это подсматривали где-то подслушивали сам бы сип на острове был где-то дулю что знал правильно а так у девочки такой фильм посмотрела с утра вот у клац и у клац и вам комментарии отвечаю смотрю нет комментариев а она мне сама вы ну я переключалась на другое а мне в ютубе вот этот фильм и я в наушниках же я слышу вроде ничего фильм понравился девочки не знаю как называется боже мой бедные бабы там девочка ну девочка замужняя а где таких артистов берут такое один а мне кажется он и по жизни такая морда девочки я прямо убила наверное где таких берут такие что же нужны девочки не можешь добрым лицом с хорошим голосом и играть каких-то фабло право правильно как он ее бил как он ее закрывал кругом сам какой-то бизнес у него как всегда жду а она сама с детдома девочки такое кино что я обычно такое не могу смотреть не как-то тяжело я и так уже знаете не так вот думаешь знаю что это кино знаю что это артист и все равно как переживаешь но тут представляете что с нами вот это и плачешь и переживаешь помните как мы индийские фильмы радж капур особенно вместе да там все фильмы месси закон я как вспомню вот это как мы рыдали как все все время хочу смотреть азита и гита девочки хорошие индийские фильмы скажите в кинотеатры бегали все равно хороший не надо ля-ля надо хоть когда-то посмотреть взять а я хотя девочки где-то на работа два тому назад смотрела зита и гита тоже знаешь какое кино знаю шо но и все равно класс тоже там такая это мачуха чехтона там тетушка тетушка вот тоже что морда шур шуроль досталась да угомонитесь вы ой девочки родники сковородка уже не а подгорает уже я картошку кину будут лучок крыши не психуйте что я крышу я с вами разговариваю то что мне выключиться и включить потом готовый борщ я так не могу цибулька девочки видите как хорошо когда есть цибулька бурячочек девочки картошку кинула я просто хочу чтобы она разварилась вы знаете я помню с детства я картошку не любила не в супах не в борщах а знаете чего помню когда-то как мне вчера одна женщина пишет что у меня воспоминания как будто ее бабушка ну как будто я ее бабушка ну так вспоминала что сколько мне лет из его и что это у меня за за воспоминания что мол она была в третьем классе родители уже купили квартиру и машину все а мы не могли купить прикиньте такое бывает тоже в жизни а мы а мы проголод жили и в городе жили представляете может если в селе жили может и не проголодь бы жили четверо детей любил любили значит наши родители детей рожать а шоп ладу им как-то дать чтобы они я же буду плакать так получается представляете бывает такое в жизни нас и подружки мне надо мне никуда там далеко идти подружки такие были что жили хорошо а все равно мы дружили все были бедные были беднее нас еще и двое детей было беднее нас жили что как жил девочки сильно ты что-то своим трудом заработаешь пока что-то где-то с неба не упадет мы в основном квартиры все по получали правильно я получил от завода бесплатную квартиру и в основном попробую купить квартиру любое время кооперативы были люди бедные кольцы с концами еле сводили выплачивали так я начала вам за картошку я помню мама сварила суп с пшеном я все это я уже запомнила когда маленькие мы же не помню что сегодня я поздравляла анфису эту с урала которая ну который это забедренные суставы колени все днем рождения вот и это и о чем мы с ним что я хотела сказать что мы с ней о чем мы с ней поговорили девочки а она сидела то сама правда сидела вот мы с ней на мессенджер сначала ее так поздравила там открыточки музыкальные вот эти еле нашла чтоб подходила наша нашей жизни чтобы не то что там антошка или тили тили или с днем рождения вот а что прослушать песенку и поплакать немножко тоже надо когда она сидит сама дома вот я говорю шо ты кусечка она так люсик сама сижу выпила коньячка вот и сижу вот я говорю правильно шо делать она говорит внук же в школу ушел сын куда-то там ушел а я она говорит одна сижу говорит звонят мне уже из дому все позвонились ну с урала сколько у нее там друзей с россии полно вот звонят и звонят а я говорит как звоночек и сижу себе спокойненько сама я говорю слава богу фунтичек я на нее фуська фунтик говорю я анфисочка очень редко в основном фуся анфуся фуська фунтик вот и это ну и все то она мне вчера я написала как не ехать откуда какой маршрутка девочки а и потом сегодня фунтичек я говорю когда-то немножко уже чтоб развыднилась а чтоб не в пять часов уже темно и потом добирайся оттуда вот черт откуда там через мост надо ехать я боюсь очень даже короче говоря я юха и встретимся родная моя прямо сейчас отмечает шо то вы знаете кто смотрит кого кто отмечает а человеку 67 лет и рада боже кто зашел так у всех мозги на месте в это в наше время в это что-то что-то с ума сходить наряды покупать то в ресторанах гулять чьи несчастья 67 лет 66 ей девочки то 67 моей куме будет 22 марта на 40 святых да ой анфисочка если ты там смотришь я здесь сказала смотри меня обязательно я тебе годик прибавила извини я исправилась я к тебе приеду родненькая я к тебе приеду не надей рождение может 27 мая кусечка ее внуку 10 лет будет приеду на день рождения внука да посидим покушаем ой девочки девочки а я ж начала за одно никак не за ко вы там наверное подсказываете ну давай говори за суп а ну видите как расстроиться и сразу же и баки улетают куда-то в космос я помню мама сварила суп с пшеном и картошка и больше ничего там не было в супе я даже не знаю была ли морковка просто запомнила картошка и пшено а вот это я не может че была зажарка да хрен его знаете какая уже разница девочки что там было главное по теле пали и мне картошка до сих пор в супах борщах я ее не люблю еще люблю знаете не люблю я могу еще кушать вот когда молодая она а в так жареную жаркое пюре я люблю мундерах а вот в первом не люблю вот это видите детская вот это тогда что так щелкнула в первом блюде я всегда выбирала картошку всегда вот покушаю все знали что это я ела так она у меня всегда в тарелке оставалась я ее обходила так десятой дорогой в тарелках а жареная вот это все любая буду кушать неограниченном количестве так люблю картошку уже видите что редко когда каши какие-то вермишельки я вообще вот эти я они мне на сто лет не надо ну вот это мне личность у меня семья конечно была чтобы дети мои хотели кушать или муж у меня был конечно я им делала и котлетки с вермишелькой с подливками и разные вот эти как я и делала ну вот а сейчас это никому не надо вот ну и помню этот суп мама у то понасыпала девочки а в нем картошка вся зеленая была не было ни одной беленькой я вот это ее как попробовала эту картошку а она была какая-то горькая как слизь слизистая какая-то вы поняли вот я запомнила она такая как сопли была что с этой картошкой было я не знаю я больше такой никогда не ела и в первых блюдах я вот это сейчас кинула уже косточки там подходят да та самая кинула чтоб картошка разварилась я даже могу ее так вот сейчас взять что я и сделаю он толкушка для пера я прямо в кастрюле ее подавлю вы поняли вот это у меня остался вот этот вот этот я не знаю что это ну как что-то знаю как какой-то психоз остался от этой зеленой картошки чего она была зеленая ну значит была я так и не знаю вы там напишите кто садит картошки наверно девочки плохая картошка да плохая кто-то ж может дал девочки люди ж дают нате вам боже что у меня в роду такое и было гречку мне не надо оли дать она плохая нормально а воли значит надо да такая гречка родственница говорила не стыдно что-то мозги есть когда такое что-то в дают девочки когда дают вот и знаете и думает ой какое благое дело сделал собрание сейчас побегу грехи отмалывать хорошее не дадут а подивляться понюхают под микроскоп а потом уже может дадут до первого мусорника а людей же чтоб не обидеть берешь да вы же не такие чтоб сразу говорит слышишь на завтрак себе приготовишь речку такую берешь ее до первого мусорника помогаешь выносить мусор я в жизни такое никогда не дала тем более своим и все девочки вот у я тогда и перестала любить картошку супа в барсе и как-то девочки слышите еще тоже что-то с детства тоже что-то жная это самое корочки не ела хлеб во-первых когда-то я целый год хлеб не ела вообще забыла что такое хлеб он мне не нужен был а потом я корочки не любила вот так эти мякушку выщипывала корочки вот так всегда подковами лежали кругом или квадратики тоже бздыки какие-то значит произошли которые я не знаю хотя хлеб у нас был дед всегда привозил хлеб если не привозил так идем мама иди посылала нас иди к бабе хоть хлеба дают то придешь баба в сундуке вот сундук хороший девочки было я бы его с удовольствием сюда притарабанил знаете интересный такой открываешь его так как у тебя старые сундуки помните а там все что угодно может лежать так его никто и не забрал оттуда нас туда не вообще-то никто мы туда и не шли когда я помню когда уже никто там не жил уже когда дедушка умер его дом стоял несколько лет он пустой стоял закрытый стоял ну вот а вход заходили забора там там калиточка девочки деревянные штакетнички вот так веревочка чип проволочка сверху накидал поняли от калитки до этого заборчика вот так вот заходи со всех сторон я помню зайду так вот иду мимо она же у меня там рядом вот или специально пойду думаю пойду по во дворе у бабушки посижу на лавочке там или порога была вот так повспоминаю а потом пойду то за хату пройдусь дом же закрытый то за хату пройдусь а то во двор зайду туда а на двор девочки гараж был и калитка и туда там был еще двор там куры были туалетная там было туалета не было в доме уже и ванну провели все а туалета не было во дворе туалет вот и я это самое пойду то посмотрю такие девочки было знаете что забрала себе на память вот эту деревянные у те щипалки помните которые белье когда вы варивали а то хватать я забрала себе и так я не знаю где она делась я тоже переезжала я жила вот ну рядом дом был полуподвале а потом перебралась напротив дом уже на второй этаж вот и я и я не знаю где она делась чем не его грузили грузчики мои заводские вот и это ну и все вот только на память себе было взяла вот эти щипчики думаю будет от бабушки она все это вываривала а так бы я перубели этот забрала а машинка зингер все что так я даже не знаю они хоть портреты поснимали моей родичи дедушкин и бабушкин заходишь и портреты вот так висели на стене еще они молодые были дедушка знаете в чем на голове был вот это как за звездой это буденовка и он такой военной форме это такой красавица кон здоровый такой был красавицей от это портрета бабушка красавица была бабушка у меня знаете девочки мата мамы на маму она никогда не улыбалась папину маму мы даже и не знали она же умерла в сорок шестом году топор фотографию на столе лежит вот а мамы на мама бабушка она никогда не я не помню чтоб она улыбалась девочки она все время была серьезная я не знаю я вот не помню она не то что засмеялась громко а даже не улыбалась ну такой человек надо лимон бог его знает что она там думала да шо у нее на душе всю жизнь была шо у них шо у них на душе шо какой они жизнь прожили бабушка была десятого года а дедушка тринадцатого бабушка десятого вчера мне звонил дядя мой что у нас на победе живет вот это только 6 января на рождество на святый вечер было 70 лет звонил там спрашивал кто кто у кого кто как в общем родословную собирает ему верочка таша в самаровке тетка сказала а он хочет ну что право правда правильно она сказала я ему подтвердила все даже то что сказала то что он и не знает и она не знает и ты мне звони всегда я все что-то за всех знаю у кого когда день рождения у кого кто когда где кто шо чего-то я это всегда запоминаю чего-то я его запоминаю что у него 6 января девочки а он никогда меня не поздравил 24 мая никогда в жизни хоть бы для смеха когда-то никогда я помню сидела торговала а он шел завод же рядом было я одну сидела там торговал и почта рядом наше 69 отделение вот и это и он идет бежит на почту я с краешку тут прям возле двери возле почты сидела со своими клунками этими он пробегает ой привет а завод еще уже завод не работал но уже был начальник самоварного цеха а потом он штамповку перешел начальник штамповки чем аренду я взял чем что-то там делал вот и так идет ну тоже привет привет остановился я говорю куда ты чешешь он пойду сегодня у нади этого киеве сестра жила у милана в ее дочке марина такая это маринка маринка да там инка и маринка сегодня у нее день рождения это такая самая племянница как я его так ему глаза смотрю думаю ты я тут с тобой в одном городе на одном заводе то ты даже не знаешь когда мне день рождения в киеве видите как надо вот это все это знает вот там с киева можно что-то 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 поиметь хоть хоть какой-то блат и вообще вот это а шо мама моя тут и я и мы все тут племянники под боком все равно так девочки видите даже родня какая общаются только с теми с кем с выгоды из какой-то там никакой любви нет господи я вас умоляю особенно когда у тебя нихрена нету ты никому не нужен потом начинают понимать уже дай бог чтоб ума хватило я думаю у вас такое у многих чужими лучше всегда больше больше тянет к чужим чем к своим я права девочки гляньте как отойди гляньте как после голубцов капустка как нахидка а так бы ее не было а а так вот раз али-ап и тут как тут и хватит с головой и хватит с головешкой девочки сейчас будете капусту жевать готовки пыски готовки пыски уже дозик тут валяется уже потянули вот вы мне срач делаете господи то-то то-то сё то-то-то сё а так бы девочки капустка вся отошла а так то что надо сейчас как раз на борщик хватит картошечку подавлю чтоб такая ушечка была густенькая сейчас такой борщик будет все равно борщ есть борщ девочки суп то так и вот они даром мой папа не любил все время если мама сварит он опять супец а то когда я его делаю когда то что же надо что ж тут это опять супец вот так не любил супы никакие ну мог еще рассольнику то а шо раньше варили рассольники и борщи ну суп могла там просто с курицей помню когда-то она купила курицу домашнюю хорошую желтенькую с озерки и сварила просто бульон морковочка и картошку ой шо он вытворял боже мой я помню орал на весь дом что супец не зажарки ничего она на этот бульон но ему на сто лет не надо вот ему тарелка борща и перец горький стручковый то как на толок мачит его что потом не дай господь дотронуться до его тарелки даже чтоб ее помыть так девчонки борщик уже и готовый будет девочки так уже хочется лета уже так я думаю вам хочется я смотрю погоды кругом такие противные то дождь то снег то морозы сейчас я посмотрела у нас на вот это это неделя сегодня четверг да и до следующее каждый день снег снежинки 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 ну что это такое опять гололед идешь ноги эти так болят идешь дыбаешь дыб дыб девочки и сурпалочки крышу тоненько она сварится будет вкусно правда я думаю мы все тут одинаковые все родненькие тут одинаковые слава богу читаю комментарии девочки и повторяю опять и улыбаюсь и плачь каким с улыбкой отвечаю и пишу это и читаю от которых только начинаю читать сразу рыдаю всем девочки сейчас весело что творится ну что мы можем сделать девочки чайничка водички немножко добавляю чтобы оно потушилось тут сковородки правильно правильно борщ не надо учить никого как варить правильно просто мы каждый варим по-своему у всех вкусный борщ я иногда девочки так хочу чужого борща знаете свое надоедает и выдумываешь и что-то меняешь там а все равно он твой а я помню я отработала в этого я и сейчас и работаю это внизу на кирова уже больше уже лет 25 надо точно вот и это и когда он еще с женой жил я жили они напротив меня во дворах у тут вот и я помню пришел сын со школы а я ему должна была подогреть там что-то у меня просили он я не помню в каком или в третьем или четвертом классе был он меня обожал он мне все время просил пожарить картошки а ему не разрешали буш он полный был а я говорю синька ну что же я тебе пожарю картошку и что мне потом будет по жопе мне дадут он ну да ну пожалуйста я тебя прошу я руси не нашу а что делать он ну я буду мы двери откроем и балкон и тряпками будем махать чтобы не пахло картошкой я говорю синяя в общем короче давай я жарю бегом ой он бедненький так эту картошку ждал так ждал когда я приду чтоб я ему хоть пожарила но ни разу не вляпались а девочки ни разу еще он любит и яйцо за туда мне это самое хорошо сенечки а то я ему нажарю целую тареляку картошки два яйца вобью вот это перемешаю все обидно датына вот так кушал я думаю так про себя думаю раз неделю можно и как и по и покушать правильно тут только рис 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 и потереть сырой помидор свица девочка кстати это вкусно я думаю что же ты ты вот время так нет я ему то потру сверху ну как мне скажет мама его я так и потру вот это рис просто отварной и без масла без ничего и эту помидор свежий на мелкой терке потереть сверху томатик вот это сделать а потом уже сверху присолить это я думаю она попробую я кушаете да так с аппетитом и только кушала все время отварная не отварная а тушеная грудка и филешка с этим скажите в сметане и оно смотрелось неплохо вы знаете понюхаю а ну там ничего такого нету а мне как пахнет оно знаете как чужое свое уже так уже набрыдла вот а то я пришла домой думаю ну я себе сегодня отварю рис сенька так с аппетитом это все время если постоянно вот это кто я только приходила мы делали вот это преступление жарила ему картошку а вот я даже когда-то со своей картошкой пришла думаю а вдруг там мало картошки у них знаете или не будет он бы сбегал там же рядом а ты бы вот ну я думаю ну ладно чтобы уже никто ничего не отвлекался бы может еще папа и мама нагрянут хотя они никогда уходили он на работу она куда-то уходила она не работала чтобы только мне не мешать не не манут это чтобы не лялякать не отвлекаться она всегда смывалась или приходила уже не было ключи как и до сих по сегодняшний день у меня ключи только уже другой квартиры вот она уехала в германию уже наверное лет пять тому назад а он тут остался сенька сын а вот короче говоря и я то пришла отварила себе риса помидоры были и присолила вот так девочки это так вкусненько но я без мяса без ничего вот просто отварной рис не соленый помидорчик потереть сверху и так хорошо чем маленько потереть пол помидора вот так вот чем больше тем вкуснее так подумала и потом хорошо так присолить все так ложечкой брать свежий помидор с рисом вкусненько но только покушали через пять минут опять кушать хочется но она такой какой-то вкус приятно попробуйте когда просто ради интереса я видите как рассказала там женщина одна есть ничего не может кушать бедненькая на диете там на страшеннейший только глазами ем может это попробуйте это детская еда это это дитя укушала как в третьем классе и я потом попробовала и кстати надо когда-то из деток помидоры это летом знаете а хотя он ел и у летом и и осенью и зимой а сейчас худющий так был такой румяненький полный полненький такой и не знаете что нравится на меня людо ты говорил время и сейчас вот ему 28 или 27 лет сенечка я даже не помню сколько тебе родненький я живу вижу живет напротив меня и мне так приятно что на меня людо ты мы с вами мимо с ним высокий такой же по два метра на худенький какой был полненький вот такой худесенький стал уже вырос девочки вырос и в ком он будет полненький когда папа и мама худенькие тетю люду ну я его любила и люблю мы с ним как встретимся вот сейчас обнимаемся разговариваем у меня телефон его есть надо хоть не забыть 3 февраля у него день рождения обязательно его каждый год поздравляю а он смеется всегда а сколько лет я спрошу на 28 или 29 я уже сбилась со счету она выросла дитя на моих глазах девочки они такое вытворяют а потом чего они глаза выдалбуются как у вас они вообще еще живы эти глаза скоро будете с палочкой ходить я вам палочку с колесиком сделаю будете ходить искать дорогу в сарай девочки там спрашивают новенький где у вас собачки девочки сарайчик маленький вот тут кухня а рядом дверь такой как подвальчик заходить и там стоит бетономешалка девочки банки там какие-то в завязанных кульках и там и какой какие-то табуретки которые тут нам не нужны все и мы им солей накидали там и курточки дублен коля кто-то вывесил где-то там бак мусорный повесил с капюшоном капюшон они тягали а думаю что ну такой кого не тут уже затянули во двор и поиздевались это малыш капюшон оторвал игрался с ним бегал он на столе сейчас лежит уже на нервы действует он с ним мотался с этим капюшоном а так у них там тепло девочки и кушать там кругом мысочки сидосу какая им еда не по наедаются тут вечера так что потом они там только ковыряют носом вы поняли я их не обижу никогда в жизни девочки а покормлю их раньше чем я сама покушаю ну я думаю вы верить что мне доказать когда она такие что буду говорить того что нету я еще не сумасшедший не дай господь это все девочки не знаю интересные вам мои рассказать на шо молчать вот так даже если вы сейчас сидели вот тут за одним столом да все равно бы мы разговаривали да а о чем нам разговаривать о том что сейчас происходит не то что разговаривать даже думать не хочется и кому оно надо девочки кому оно надо здесь вот эти болтовня это вы сами видите я даже ничего не называю никакие слова я вас их просто люблю и для меня здесь плохих нет мы все нормальные на всем белом свете просто все ненормально мы что мы можем сделать капусту сейчас и мало побежать сейчас и кого-то а гореть этой капустыны я мать шум не сделай хорошо хотя той делает просто душа за все болит разрывается все хорошем настроении вот вам девочки шуляшок пригодился как раз на борщ поняли а так бы если бы я ее это самое вот это все выкинулось в голубцах правильно а так вот гляньте девочки это не так с экономии как вот пришла не надо тащить капусту он пришла он там у меня еще там три или четыре шуляшка таких вот кулёчки связанные лежат я пришла я знаю что тут капуста есть слава богу и он еще у ведерки там маленький шуляшочек ну то прикиньте я думаю вам вам всем капусту как тянуть домой так это полностью один кулек отдельный должен быть капустой тащить а в другом кульке накидать что еще надо и так тащишь что-то и с ума сходишь и пришел сразу эту капусту пшик если на голубцы я девочки раньше вот когда на заводе работала молодая еще была помните всегда же первая капуста какая она дорогая была и сейчас наверное тоже и а я не помню мне кажется она сейчас и не дорогая такая как раньше была нашей молодости помните как мы молодость старая заканчивается молодой еще нету или в три дорого борща не наваришь я думаю вы все помните эти моталовки как мы мотались вот и это короче а уже когда молодая а то дорого ходишь по этому базару йоколы мл ну все девочки тут уже шуляшок это смотрите сколько тут тоже грамм 200 на терку можно почереть правда это если мне не хватит возьму податру беленькая хорошая какая разница вот и девочки слышите сейчас я девочки кину уже за жарочку нет девочки сейчас же картошку гляну я что-то я уже начинаю обалдеть пусть еще немножко покипит чтоб хорошо разварилась так за жарочка у меня уже тут готовая сегодня пережарила девочки видите как когда правильно девочки как когда когда пережарим когда не пережарим сейчас соль насыплю сюда вот так и будет отдает а усе а усе ну девочки соль ну это ей наверное уже два года скоро будет турецкая нам навезли тоже была у нас артём соль не стало вы знаете чего такая соль была она на весь мир пользовался а потом вот эта турецкая но она девочки как даже меньше чем наша экстра когда-то была вы помните мы ведь то мы и думали никогда не пользу я даже не знаю для кого она была для солянок у нас дома и для солянок не было даже солянок не было девочки рассыпаются на матеток все девочки все же и сахар в сахарнице соль в солянке это мы делаем воду в чайнике набираем такая наша доля родненький хоть бы когда-то встать а в сахарнице полно сахара когда нету да хватит нема полезли сахар насыпать соль взяли или её вообще нету или надо насыпать я думаю у всех так чайник классно чай попить подымешь его вот электрические эти да девочки подымешь его а он пустой или два глотка воды там пошел за водой утро началось утро началось девочки и пошло поехало ой девочки миленькие ой уже и думаешь кем легче жить на белом свете ну побывать бы да и в той и в той шкуре в мужской и в женской чтоб решить где лучше ой девчонки девочки больше будет со старым салом обувь ясково обязательно по английски не знаю как ой ой родненькие я уже его и он приготовила вытащила это старое сало это все я же вам говорила как мама иная сестра когда-то у нее сабантуй был как Дина там девочка у меня Дина такая такие я вчера рыдала от ее сообщения родненькая господи ой девочки будьте здоровы там все Лена там с Москвы такие все девчонки хорошие а мне тут плохих и не надо вы знаете вы там говорите не обращай внимания девочки они нафиг тут нужны и так хватает столько всего еще бред какой-то тут кто-то зайдет а идут он я сегодня посмотрела вам а чем люди живут на у нас в Днепре ходит пузо все показывает задирает свои шмоти эти уже тошнит или как этот Сегрени отчитал всех зрителей отвечал на вопросы разговаривать не умеют а отчитают слышите деловые тут удахай калякают там зайдешь в комментарии даже не хочется и читать эти комментарии какие сами таких и вокруг себя собрали я права что нет конечно права он молодежь посмотрел пару видео самвела если он сейчас слушает 32 года молодежи спросили кого я смотрю я сказала потом встречают и говорят Люда а как вы можете вот такое смотреть вообще а я говорю а ну а шо я начала смотреть как только начала вот как он начал снимать все вот это он он говорит это же вообще как он маму свою обижает разве с матерями так разговаривают и говорит я посмотрел пару видео это он не просто так не в шутку разговаривает он на самом деле я говорю правильно на самом деле я их видела они какие есть они ничего там не врут и не притворяются и это все на самом деле вот так мать какая она не есть а вы чем лучше ее тогда если вы такое творите детки так это молодежь Днепра которая здесь родилась сверстники мыкли который тоже приходит там вот упищит строит их там всех а ведут как себя в наше сейчас время и что-то еще огрызаются поучают кого-то вообще кошмар ну сколько веревочки не видится конец будет в театре в этом опозорил всех снимал этого Игоря бедного как он его опозорил артисты для нас должны быть загадка мы их должны видеть на сцене или где-то если на улице встретили преклониться они увидели их во всей красе как кто ест как кто бегает какой где кто разве так можно какое уважение потом к артистам мы смотрим на сцене или в кино и если в жизни мы же их не знаем ни личную жизнь ихнюю ничего правильно мы тогда уважаем это все а не когда все чуть ли не в туалет леську тогда ту в трусах снял это что нормально она певица какая голосище какое и вот так взять это самое кошмар один ну наверное мне кажется сейчас уже поджопник дали чтоб не снимал не позорил их позорище девочки сейчас я подавлю сейчас я подавлю сейчас я подавлю картошечку девочки толкушка свекрухина свекрухина толкушка у толчет девочки за секунду на порох у меня есть дома и блатные вот эти девочки вот такие вот куда они свистят такое уже мурыстика все девочки прямо в кастрюле беру и давлю так картошку я так люблю если она не разварилась я могу половинками кидать штуки 3-4 картошки половинками кину и потом вот это вот так подавила прямо на дне попридавливала попридавливала и то что надо вы поняли юмор я думаю поняли оно тогда вкуснее юшечка вот это так родные мои Оля наверное сидит думает хотя б скорее уже прийти сюда и покушать и этого скажите харчо а тут уже борщ свежий девочки горяченькие да нафиг то харчо оно стоит в коридорчике вот там на табуреточке два дня поели хватит что нам лень сделать борща для меня для меня это как чай попить сварить борща свежего вкусного вон икра еще бурячковая есть так девочки кинула бурячок всю зажарочку кинула короче говоря красота тратата сейчас я лавровый листик обовязково обязательно обязательно учим язык девочки мы все должны разговаривать на двух языках это прекрасно мы все таки умницы мы все таки умницы мы все таки умницы девочки вот девочки соль сделали не знаешь сколько ложить раньше взял ложку и знал что все будет хорошо а сейчас нифига девочки извиняйте что так долго задом стою а как по-другому печку я же не могу посередине где-то вот там ставить надо придумать девочки у меня телефон вот стоит на подставке здесь может там ставить так тогда как я даже не понимаю надо как-то порепетировать мне да чтобы вы и кастрюль ну а что кастрюли видеть девочки я не готовлю как мне пишут показывайте что вы там мешаете что вы там жарите я же не повар я же не повар у меня не кулинарный канал я просто готовлю себе и сестре покушать вот сейчас она придет с работы сюда возьмет себе я себе не буду брать все борщик бурячковая икра есть а с бедрышек не знаю может пожарить просто посмотрю сейчас что с бедрышек сделать вот а и все девочки сейчас капусту кину и борщ готов сметана там полно я купила свежую сегодня а эту я сюда забрала которая там была девочки давайте я борщ доварю потом вам покажу хорошо родненький чтобы не забирать ваше время спасибо вам что смотрите спасибо за комментарии будьте здоровы лапочки спасибо за просмотр